Мой основной профиль это педиатрия, ну и плюс ко всему я действительно учусь неврологии у федеральной звезды профессора Машина, но пока еще только учусь. Говорим сегодня о доказательной медицине. Мое выступление было бы совершенно невозможным в странах Западной Европы, Северной Америки, некоторых других странах с развитой системой здравоохранения. Аудитория не поняла бы о чем доктор пришел рассказывать, как медицина может быть недоказательной. Медицина это одна из крупнейших отраслей науки современной и безусловно она основана на научных знаниях, сказали бы совершенно закономерно мои зарубежные коллеги. Но так получилось, что к сожалению тематика лекции в нашей стране более чем актуальна. Почему? Потому что мы сейчас, когда на календаре 2016 год, находимся где-то эдак в 1950-60 году с точки зрения распространения медицинской науки в регионах Российской Федерации, в некоторых странах ближнего зарубежья, по типу Белоруссии, Армении, Азербайджана и так далее. То есть, почему я говорю про 50-60 годы прошлого века? Потому что за рубежом в то время работали так, как работают многие врачи сейчас. Как именно? Медицинские знания на чем основывались? На личном опыте докторов, когда, условно говоря, была следующая ситуация. Крупный врач, профессор Армстромг условный, путем наблюдения за своими больными выявил, что в 15-20 случаях оказалось, что ту методику лечения, которую он практиковал, оказалась эффективной. Ему показалось так. Он рассказал это на научной конференции, на каких-то круглых столах своим коллегам. Прислушались и поехали. Примерно таким же образом частенько сейчас происходит и в России. Практикующий врач, находясь на своем рабочем месте, пытается найти какой-то идеальный метод лечения. Он комбинирует методы лабораторно-инструментальной диагностики, он комбинирует методы лекарственной терапии. И делает это, исходя из того, что те манипуляции, которые он выполняет, кажутся ему правильными. Потому что, соответственно, они работают. Люди выздоравливают или людям становится легче. Но врач, который действует подобным образом, не имеет возможности найти ответ на вопрос. А почему так произошло? Почему пациентам стало легче? Сработала ли его наработка? Либо, например, пациент вообще выздоровел сам. Разные исследования показывают, что так называемый плацебоэффект, эффект пустышки, может достигать у людей, которые слабо поддаются внушениям, 30%. А людям, внушаемым, вообще плацебоэффект может достигать 60%. То есть мы получаем вилы. Мы не можем уверенно утверждать, что те манипуляции, которые производил доктор, которые кажутся ему правильными, действительно имеют научные основания и могут распространяться в широкой медицинской практике. К счастью, ситуация стала меняться за рубежом в 50-е годы. И вот медленно, очень-очень-очень медленно и у нас в стране. Мы пытаемся работать по международным стандартам. По международным стандартам, которые подтверждают научную эффективность использования то или иной лабораторной диагностики, инструментальной диагностики, а также терапевтического лечения. Вопрос. Как нам понять, действительно ли эффективно то, что используется? Для этого как раз-таки существуют исследования, направленные на то, чтобы установить, насколько те или иные назначения являются эффективными. На четыре группы основные виды исследований делятся. Это нерандомизированные, самые простые исследования. Нерандомизированные исследования – это когда в одной группе пациентов проводилось испытание того или иного лекарственного препарата или метода диагностики, получили какие-то результаты. Это наиболее недостоверный способ исследования, который, собственно говоря, как раз-таки отсылает к тому, о чем я уже рассказывал. То есть провели в одной группе, что-то, соответственно, у нас получилось, не получилось. И вот мы сделали такие выводы с помощью нерандомизированного исследования. Научно доказанная база около нулевая. Рандомизированные исследования – это когда, собственно говоря, у нас есть хотя бы одна группа сравнений. То есть одна группа пациентов получает либо плацебо, либо препарат сравнения, а другая группа испытуемых получает, собственно говоря, те процедуры, научную доказательность которых мы хотим представить. Слепые рандомизированные, двойные слепые рандомизированные исследования, они усложняют способ научного поиска тем, что врач, ученый даже сам не знает, в какой группе оказывается испытуемый. Все происходит автоматически. И второй этап – чтение исследований проводит вообще другая группа ученых, или конкретно там один ученый, что дает значительно большую доказанность данного метода. То есть двойное слепое рандомизированное исследование – это будет самое эффективное на сегодняшний день. Исходя из тех исследований, которые мы провели, есть так называемая иерархия доказательности. Она делится на четыре группы. Это доказательность класса А, А, Б, С и Д. От высокой к низкой. То есть доказательность класса А будет самой высокой. В настоящее время препарат или диагностическая процедура получить доказательность класса А может только после очень детализированных научных исследований. То есть доказательность А будет однозначно в том случае, если препарат прошел только двойное слепое плацебо-контролирующее исследование. И часто даже это не даст доказательности класса А. Научное сообщество потребует как минимум 3-4 подобных исследования, а лучше больше десятка. Это однозначно будет консолидированное мнение научного сообщества экспертного, что да, действительно эти исследования выполнены по всем стандартам. И мы видим конкретный результат. Но вот что имеет научную доказательность класса А? Ну, например, аспирин как препарат для снижения температуры тела. Это абсолютная доказательная база. Мы точно знаем, что аспирин снижает температуру тела. Доказательность класса Б – это тоже двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, которые показали высокую эффективность, однако имеют некую противоречивость среди научного сообщества. Ну, например, что здесь можно привести в пример? Исходя из сезона заболеваемости ОРВИ, гриппом, один из двух действительно препаратов с научно доказанной базой для лечения гриппа – это томифлю. Он имеет доказательную базу класса Б. То есть, условно говоря, томифлю, доказано, что он, этот препарат, на три дня в среднем сокращает длительность симптоматики. Но, скажем так, грипп мы можем вылечить и без использования этого препарата во многих случаях. Доказательность класса С. Низкая доказательная база – это обычно рандомизированные, не плацебо-контролируемые исследования. Ну, вот, например, это класс доказательности многих так называемых противовирусных препаратов, которые мы можем найти в аптеке, там, какого-нибудь условного амиксина. Конечно, научное сообщество говорит, да, что этот препарат вроде как помогает, но у нас, тем не менее, твердой научной базы под этим нет. Ну, и доказательность класса Ди, она около нулевая. Исходя из того, из начала моей лекции, когда я сказал, что в странах с развитой системой здравоохранения моя лекция была бы неактуальной. Вот почему она является актуальной в России, говорит следующий слайд. По разным данным в мегаполисах в нашей стране только 20% врачей в своей работе основываются на принципах доказательной медицины, а в регионах эта цифра значительно меньше. Сейчас мы дальше начнем говорить, и вы поймете, что, в принципе, с этим вы сами ежедневно сталкиваетесь. Но ответ на вопрос, почему, условно говоря, в странах Северной Америки нет такого понятия, как доказательная медицина, потому что вся медицина доказательная. А у нас вот мы говорим, что доказательная медицина – это здорово, и с этим нужно обязательно работать. Ну, во-первых, несовершенство образовательного процесса в вузах и в дальнейших учреждениях после дипломного образования. В чем это выражается? Ну, самое простое в том, что мы работаем по устаревшей литературе. То есть, условно говоря, если говорить о моей профессии, о моей специальности, специальности в педиатрии, «Библия педиатра» – это книги профессора Нельсона. В настоящий момент в Штатах, в Израиле педиатрия работает по 20-му изданию педиатрии Нельсона. Я заканчивал вуз 10 лет назад, и мы работали с Нельсоном 14-м изданием. Сейчас в хороших медицинских вузах, в самых лучших медицинских вузах работают в 17-м, потому что только 17-я переведена на русский язык. Вот, если сравнивать, скажем, с израильскими медицинскими учреждениями, им тоже на Еврит Нельсона не перевели, они поступили очень просто. Они просто перевели, теперь проводят учебные занятия на английском языке, вот и все. То есть, работают с оригинальной современной литературой. Расходы на обучение сотрудников медицинских учреждений, ну, они, по сути, около нулевые. На образование, к сожалению, руководством большинства медицинских учреждений, на образование своих сотрудников, руководству большинства медицинских учреждений, по большому счету, все равно, работают, и слава богу. При этом мы должны понимать, что медицина одна из самых высокозатратных отраслей, она почти вся валютная. То есть, мы про рубли в медицине говорим только тогда, когда ходим в аптеку покупать лекарства, в частные медицинские центры оплачивать услуги докторов. По факту же, большинство расходов долларовые, и в том числе на образование. С учетом того, что как бы лучшие материалы, актуальные материалы исключительно на английском языке, те, кто эти услуги предоставляет, соответственно, принимают оплату в долларах. То есть, помимо того, что у нас и так низкие расходы, мы качественно обучать сотрудников не можем еще из-за валютной дороговизны. Слабое знание иностранных языков. Но тут, собственно говоря, уже камень в огород врачей. Если очень сильно поставить перед собой задачу, то можно получать современные знания медицинские самостоятельно, без каких-то колоссальных затрат. Это будет нелегально за счет пиратства, которое в нашей стране широко распространено. Но больших проблем, там я вспоминал Нельсона, условно говоря, скачать последнее издание Нельсона на английском языке не представляет сложности. Но когда нет знания языка, этот способ тоже ограничен. Почему слабо знают? Ну, во-первых, не уделяется должное внимание обучению иностранных языков в университете РАС. Ну и плюс ко всему, как бы, особой мотивации у врачей, как правило, нет. Почему мы говорим о том, что развитые страны начали заниматься темой доказательной медицины в 50-х, 60-х годах, а мы вот только сейчас, как говорится, медленно движемся в этом направлении. Здесь, безусловно, большой роль играет и политический фактор. То есть наша страна до Горбачевского периода была абсолютно закрытой. Вся наша доказательность медицины заключалась в том, что начальник посчитал, что это правильно, и это правильно. Доступ к международным источникам знаний был закрыт. То есть даже для тех, кто, собственно говоря, хотел получить эти знания, не было возможности их получать. Интернета не было, технологий обмена данных не было. Вот что в Советском Союзе сами изобретали, тем, соответственно, и пользовались. Ну вот я здесь написал, что бесплатная работа врачей в государственных учреждениях. Я как бы абсолютно считаю, что врачи в государственных учреждениях не работают за зарплату, как это принято, а занимаются благотворительностью. Поскольку уровень оплаты наших докторов настолько низкий, что частенько себестоимость работы доктора превышает ту заработную плату, которую он получает. То есть потратить там, грустно говорить об этом, потратить деньги на проезд, покушать, и уже это будет стоить больше, чем тебе заплатили в медицинском учреждении. Стандартная ставка врача в регионах, чтобы вы понимали, это 70-80 долларов. Ну вот в Ульяновской области в том числе. Следующая история, достаточно сложная, это лобби фармацевтических компаний. В нашей стране несколько лет назад попытались эту тему привести к западным стандартам. В Америке, условно говоря, к доктору, представитель фармацевтической компании в рабочее время никак прийти не может. Это категорически запрещено. И очень быстро закончится лишением лицензии либо для медицинского учреждения, либо для врача, который там решил учредить подобные фокусы. У нас тоже как бы попытались это сделать, но это не сработало. Фармацевты работают по вертикально интегрированной системе. Снизу вверх. Как это происходит на практике? Практически со всеми врачами в медицинских учреждениях встречаются представители фармацевтических компаний. Они так и называются, так и называется их должность, фармпредставители, которые загружают врачей информацию о своих лекарствах. Наиболее активные как раз таки представители фармацевтических компаний, выпускающих препараты, не имеющие вообще никакой научно доказанной эффективности. Приходят, рассказывают, снабжают докторов всякой мелочью, вроде ручки блокнотов, которые врачи в нашей стране тоже покупают за свои деньги. Ну и доктор, соответственно, не сильно загружаясь вопросом, работает это или нет, начинают в своей практике использовать. Это первый уровень работы фармацевтических компаний. Второй уровень работы с руководителями медицинских учреждений, через которых договариваются о том, чтобы представители фармкомпаний могли проводить с врачами лекции, в том числе в стенах медицинских учреждений. Собрание врачей, как правило, там раз в неделю в рамках так называемых пятиминуток, где от лица фармацевтических компаний выступают какие-то известные доктора, выступают за деньги, естественно, и зачастую преподносят информацию, которая с научной точки зрения не имеет вообще никакой силы. Третий этап работы — это работа с крупными государственными чиновниками о включении препаратов в стандарты лечения. Какой тут можно привести пример? Ну, например, многим известный термин цитомигаловирусная инфекция по федеральным рекомендациям должна лечиться анофероном, то есть водой и сахаром. Как эта рекомендация могла попасть в федеральные стандарты? Ну, чуть-чуть задумавшись, ответ, в принципе, очевидный. Ну, и высокая стоимость современного медицинского образования и вследствие слабая доступность — то, о чем я уже, в принципе, сказал. Ну, какой здесь можно пример привести? Ну, скажем, современный врач, который хочет работать с доказательной базой, получать самую современную информацию, на мой взгляд, должен иметь доступ хотя бы к американской врачебной системе, которая называется up-to-date. Все самые современные знания, множество кейсов, исследования. В общем, имея доступ к up-to-date, ты идешь в ногу со временем, в ногу с современными медицинскими знаниями. Стоит это удовольствие в рублях порядка 80 тысяч рублей в год. Ну, при текущем среднем уровне дохода доктора понятно, что кто себе это может позволить. Да почти никто не может позволить. Ко всему этому надо еще выучить английский язык, который мы не выучили, который мы не обучили в ВУЗе. И пошло-поехало. Расходы будут весьма и весьма высокие. У нас сейчас на календаре декабрь, и начинается эпицезон. Самое частое обращение к врачам будет по теме различных вирусных заболеваний, наиболее распространенными из которых будут классические ОРВИ. Вот здесь мы как раз-таки столкнемся с противостоянием доказательной медицины против медицины Советского Союза или медицины от балды, как я ее называю. Смотрите, значит, ситуация следующая. Наверное, ОРВИ болел каждый здесь присутствующий, и не один раз. И вы не дадите себя обмануть, когда я скажу, что доктор пришел, вы пришли к доктору, вам диагностировали ОРВИ, и назначения будут почти всегда по следующей схеме. Это неработающий противовирусный препарат, неважно с каким названием, который рекламируют по телевизору. ОРВИ почти всегда будет сопровождаться кашлем, поэтому вам назначат обязательно препарат от кашля, нередко в различных формах выпуска, в таблетках, в сиропах, ингаляционно, неважно. Чтобы, соответственно, минимизировать риски аллергических реакций от такого назначения, а также снять возможную отечность в носе, которая почти всегда будет, полетит в назначениях антигистаминный препарат. Разумеется, вам назначат капли в нос, часто по невероятной схеме введения, обязательно поливитамины. Обязательно поливитамины, которые не имеют вообще никакой доказательной базы. В худшем случае еще и пойдет номер один из этого списка антибиотик, потому что у вас температура удержится уже третий день. Лабораторная диагностика не проведена, но три дня температура, мы, соответственно, подумаем о том, а не бактериальная ли это инфекция. Подумаем, не подтвердим это и назначим еще антибиотик при вирусном заболевании. Добившись того, что антибиотик против бактерий, а мы здесь работаем с вирусами, то есть это тоже будет неэффективное назначение. И с учетом того, что главное лекарство против вирусных заболеваний – это сам иммунитет, антибиотикам мы подорвем иммунитет, соответственно, пойдем, сделаем шаг в сторону того, чтобы заболевание протекало еще дольше. Ну и, наконец, если будет назначен антибиотик, то, безусловно, также будет назначен препарат от дисбактериоза кишечника. Дисбактериоз в наших клиниках, слово вы слышите постоянно, по факту такого диагноза не существует. Нет такого понятия – дисбактериоз кишечника. У нас проводят анализы на дисбактериоз кишечника, у нас ставят этот диагноз, но в природе этого не существует. Нет дисбактериоза кишечника, нет такого диагноза. Но препараты от несуществующего диагноза есть. Их там несколько полок в любой аптеке обязательно будет. Что в этом случае при вирусных заболеваниях будет назначено в странах с развитой системой здравоохранения? Питье и жаропонижающее. То есть, собственно говоря, российский список на раз, два, три, на шесть строчек. И питье и жаропонижающее будет назначено в странах с развитой экономикой. С развитой системой здравоохранения. Ну и плюс ко всему, понятно, что назначая такое лечение, мы должны контролировать состояние больного оптимально через 72 часа, чтобы, соответственно, исключить осложнение. Вот такая вот классическая история. Что это в деньгах? Вот то, что я перечислил, в России будет стоить, в зависимости от наименования назначенных препаратов, в самой дешевой комбинации 650 рублей и до 3300, я написал. Но по факту ценник может быть еще выше, потому что есть навороченные брендовые поливитамины. Брандовые что подразумевается? Подразумевается то, что на их рекламу больше денег потратили. То есть если по федеральному телевидению поливитамины рекламируют, они будут стоить не 300 рублей, а 600. От дисбактериоза кишечника там тоже вам препарат может до 1000 рублей достигать стоимость. То есть 3300 – это еще не потолок. То есть если прям посчитать совсем по максимуму, то за пятерку, за 5000 рублей стоимость лечения может выйти. В Штатах расходы составят 20 рублей. Это жаропонижающее, которое именно столько и стоит. И плюс, соответственно, напитки, которые вы там будете пить, еще на чай потратите рублей 30-40. То есть что мы получаем? Получаем, что стоимость лечения для пациента, именно терапевтическая стоимость приобретения медикаментов, будет отличаться от 30 до 300 раз. Как бы переведя вот эти вот циферки на годовые расходы на четырех членов семьи. Вот берем, условно говоря, что средний курс лечения в России будет стоить 2000 рублей. У вас, соответственно, четыре члена семьи – это 8000 рублей. И четыре раза за год вы переварили. То есть 8,4 – 32. То есть 32 тысячи рублей будут на семью отданы фармацевтам. Совершенно ненужные, естественно. Совершенно ненужные. То есть банально, следуя международным стандартам по лечению острых респираторно-вирусных инфекций, обильное питье и жаропонижающее, мы экономим на семью 30 тысяч рублей в год в среднем. Какой тут вам пример привести с точки зрения того, с чем мы можем столкнуться? Мы за свое здоровье, особенно за состояние здоровья своих детей очень сильно переживаем. Вот у меня случаев-то очень много. Из последнего, буквально прошлая неделя-текущая неделя, пятница прошлой недели, я осматриваю 10-месячного ребенка с жалобами на температуру 37,7 градусов и затрудненное носовое дыхание. Осмотр не выявил особо никаких проблем. Матери было рекомендовано просто следить за температурой тела и при необходимости дать ребенку жаропонижающее и в понедельник обратиться повторно. Но в субботу температура тела взлетела до 38,5 градусов, и у мамы, соответственно, началась паника. Один ребенок в семье, 10 месяцев. Работает другой доктор, который в субботу осматривает ребенка. Это я уже узнаю в понедельник, когда я прихожу снова к больному. Вы знаете, доктор, за выходные ситуация резко ухудшилась, но сейчас уже все хорошо. Вот в субботу приходил врач и назначил лечение. 10-месячному ребенку, напомню. Антибиотик пенициллинового ряда. Противовирусный препарат ректально. Лекарство от кашля травяное. Два препарата назальных капли. Жаропонижающее, естественно. И вроде бы все. Но вы знаете, доктор, я прям очень довольна. За выходные ребенку стало значительно лучше. А в чем стало лучше? Температура спала. Но ребенок, правда, единственное дико кашляет. И его всего обсыпало. Что мы делаем? Естественно, мы отменяем все. Отправляем на лабораторную диагностику, чтобы убедиться, что все хорошо. И желаем скорейшего выздоровления. Таких случаев, на самом деле, десятки, сотни и тысячи. И в такие моменты, когда я с такими кейсами работаю, я благодарю эволюцию, которая создала человека таким, какой он есть. Что, несмотря даже 10-месячный ребенок, казалось бы, вот такой объем и технологичной химии, в виде антибиотикопенициллинового ряда и откровенного вредительства, вроде препаратов от кашля, которые категорически запрещены к использованию детям до двух лет, все равно не убивают человека. Все равно справляется. Поразительно. Ну вот смотрите, классический вопрос. Доктор, как нам не заболеть? Как нам не заболеть? Сейчас в интернете, безусловно, будет и есть много инфографики, как правильно нам бороться предотвратить, как нам предотвратить вирусное заболевание для себя и членов нашей семьи. Первая рекомендация — это носите маски. Вот это инфографика крупного издательского дома «Аргументы и факты». Понятно, что, учитывая популярность издания, это разлетится тиражом с охватом в десятки миллионов пользователей через аккаунты в социальных сетях, через непосредственное размещение в своих газетах, которые большим тиражом выходят и так далее. Значит, носите маски, вспомните, как долго живут вирусы в воздухе. Значит, по медицинским маскам. Исследование самое крупное из того, что мне доводилось видеть полтора года назад, вышло по медицинским маскам и их эффективности в борьбе с вирусными заболеваниями. Охват исследования порядка двух тысяч человек. То есть работу ученые провели действительно большую. Что показал? Эффективность масок, которые продают в наших аптеках, стандартные тканевые маски легкие, составляет порядка 0,5%. То есть эффективность находится в границах статистической погрешности. Есть маски профессиональные, медицинские, нетканные. Их использование, их эффективность оказалась достаточно высокой. Более 40%. Купить в аптеке можно, но точно не в сезон. Поэтому о первом пункте, в принципе, можно забыть. То есть эффективность масок тканных, которые мы покупаем в аптеках, около нулевая. Это первый момент. Закладывайте в нос эксалиновую мазь. С эксалиновой мазью не все так просто. Здесь нет однозначного ответа. Когда я говорил в начале лекции о различных рандомизированных исследованиях, я забыл упомянуть их недостаток. Недостаток их заключается в исключительно дороговизне. Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, чтобы понимать о порядке цифр, будет стоить для автора ну, как минимум, пару миллионов долларов. Для серьезных препаратов расходы могут достигать 50, 60, 100 миллионов долларов. То есть, ну, цифры космические. Медицина – это очень дорого. Наука в медицине – это супердорого. По эксалиновой мази, вот я вам сейчас о доказательной медицине говорю, у нас нет данных. Не проводилось крупных, заслуживающих внимания исследований, подтверждающих или опровергающих эффективность эксалиновой мази. Давайте сейчас по всем наименованиям по всем наименованиям а, виферон мази абсолютно то же самое. Нет, по виферону никаких исследований по мази не проводилось, крупных, но виферон, помимо мази, еще в ректальных свечах продается. Имеет около нулевую эффективность. Поэтому тоже пустая трата денег. Чаще проветривайте квартиру. Согласен. Тут, помимо того, что обмен воздуха, где содержатся микробы со свежим воздухом, чистым, да, относительно чистым, насколько мы можем сказать так про воздух. И второй фактор. Один из лучших механизмов лечения насморка, заложенности носа, кашля не медикаментозной, это свежий воздух. Поэтому всегда как бы грамотный врач вам порекомендует. Увлажненный воздух это, в общем-то, наше все. Поэтому на частый вопрос, доктор, стоит ли покупать увлажнитель воздуха домой, правильным ответом будет, да, стоит, эта штука хорошая. При этом мы должны понимать, что работая с увлажнителем воздуха, мы должны качественную воду использовать, не из-под крана. В противном случае вся та дрянь, которая содержится в водопроводной воде, неочищенной, это все попадет в воздух. Но выделить больному отдельную посуду и отдельные полотенца. Это я считаю рекомендацией, ну, какой-то, она правильная, но она, в моем понимании, удивительная, потому что, как бы, у членов семьи должны быть всегда отдельные полотенца и отдельные посуды. Вот, но если, как бы, это правило в стандартных условиях не соблюдается, то да, конечно, мы ставим три плюса и три восклицательных знака, да, безусловно, это правильно. Несколько раз в день протирайте ручки дверей дезинфицирующими растворами. Да, тоже правильно. В принципе, протирать дезинфицирующими сверстами можно любую поверхность. Это все источник получения инфекции. Как вообще заражение-то происходит? Вот мы провели, засунули руку в рот, и вот, пожалуйста, мы можем заболеть. Заболеть, не заболеть, заболеем или не заболеем, вопрос работы иммунной системы. Справляется иммунная система, не заболели, не справляемся, не справляется, заболели. Поэтому, да, можно протирать. Если в семье нет маленьких детей, то тут просто будет как бы грамотная рекомендация почаще мыть руки и не тащить все это в рот. Перед сном плащите рот на стойкой календулы или эвкалипта. На этот счет научно доказана эффективности тоже нет. При этом вреда от полоскания календулы или эвкалипта тоже не обнаружено, кроме тех случаев, когда мы знаем, что на эти вещества нет аллергии. Ну и, наконец, принимайте противовирусные препараты в профилактических дозах. от классических респираторно-вирусных заболеваний не существует лечения. Не существует ни профилактики, ни лечения. То есть, когда нам по телевизору рассказывают обратное, это неправда. у нас есть лечение с доказательной базой класса B против гриппа. Это два препарата реленза и тумифлю. И у нас нет ни одного препарата с научно доказанной эффективностью, которая помогает при классических респираторно-вирусных заболеваниях. То есть, ни один препарат из той линейки, представленных в аптеках, вам не поможет ни справиться с болезнью, ни ее предотвратить. Классический вопрос, как нам разогнать иммунитет? Доктор, вы говорите, что у нас с вирусными заболеваниями борется иммунитет. Как нам разогнать иммунитет, какие иммуномодуляторы нам приобрести в аптеке, чтобы все было хорошо? Правильный ответ никакие. Иммуномодуляторы сейчас стали использовать в развитых странах для лечения онкологических заболеваний в составе комплексного лечения. Иммуномодуляторы действительно работающие могут быть назначены при вторичных иммунодефицитах. И речь здесь будет идти только об инъекционных препаратах, достаточно опасных, стоит сказать, и никогда о таблетированных формах из аптеки. Разогнать иммунитет можно следующим образом. Правильным разнообразным питанием раз. Правильными физическими нагрузками два. Пребыванием на свежем воздухе большее количество времени. Вот, это три кита по тому, как разогнать иммунитет. Медикаментозно никак. Вам назначат, могут назначить лекарства на любую стоимость. Начиная от 200 рублей и заканчивая тысячами долларов. Разница будет вся заключаться только в том, сколько производители вот этой ерунды потратил на маркетинг. Эффекта вы не получите никакого. Если соответственно вы принимаете эти препараты, вот как часто бывает, вы знаете, доктор, нам все назначали, и эффекты был? Ответ в начале моей лекции. Есть плацебоэффект раз, есть фактор того, что во время приема препаратов просто ребенок или взрослый не болели вследствие того, что иммунная система работала нормально и контактов с заболевшими вирусными заболеваниями не было или было значительно меньшим. В общем, повезло, что не болел и иммуномодуляторы никакой роли в этом не сыграли. Об эффективности иммуномодуляторов повторяю еще раз. для профилактики и лечения подобных заболеваний современной науке неизвестно вообще. Так что тоже не тратить на это деньги. И тут вот еще какой момент. Эти препараты никогда не сработают в минус, никогда не сработают в плюс, о чем я сказал. Но в редких случаях они могут сработать в минус. Поэтому положительного пользы вы не получите. Негативный эффект можете получить. Вот, собственно говоря, такой промежуточный вывод из того, что я сказал выше, который доказательная медицина использует. Пока мы не знаем, что с больным, мы не назначаем лечение, кроме жизнеугрожающих ситуаций, исходя из соотношения риск-польза. Ну, последний пункт мы как бы оставим без комментариев, потому что жизнеугрожающие ситуации это всегда будут уже исключительно врачебные манипуляции в условиях экстренной неотложной помощи. а вот абсолютное большинство небольших проблем со здоровьем, вот по типу там легких вирусных заболеваний, но нет у нас лабораторного подтверждения о том, что мы или инструментального, да, о том, что вот с больным то-то, то-то, то-то. Мы ничего не будем назначать, вот кроме там симптоматического лечения, там высокая температура, мы зачем будем назначать какие-либо препараты, если мы не знаем, что с человеком, если мы правильно его лечим или нет, мы не знаем, поэтому мы лишнюю химию использовать не будем. Как работает иммунная система? Один из сложнейших вообще механизмов в работе нашего организма рассказывать можно часами сложной терминологии, которую неподготовленная аудитория очень тяжело будет воспринимать. Поэтому шестиминутный ролик естественно на английском, потому что у нас подобного рода качественный контент не производят, но с российскими субтитрами вы увидите, как наш организм борется с вирусами и бактериями, и что дополнительно подтвердит понятный научно доказанный термин, научно доказанный факт, который я сегодня произношу о том, который сегодня звучит из моих уст, о том, что иммунитет это наш главный защитник в борьбе с вирусными заболеваниями. Тут у нас пока небольшая заминка. я так продолжу. Ну, смотрите, когда меня, например, спрашивают может все-таки какую-нибудь такую ерунду выпить противовирусную, я говорю, что делать это не нужно, вы просто деньги потратите. Вот вчера в аптеку я сходил, знаете, с таким стеснением просил аноферон, как некоторые школьники просят резиновые изделия, как-то вот неловко покупать такие вещи. Смотрите, если вот эту ерунду по одной таблетке каждые 3-4 часа нужно пить, открываем, открываем, вот сколько горсти я тут собрал, это можно совершенно спокойно, вообще без сейси нет никаких проблем, тут как бы небольшую дозу интерферонов мы получили, которые организмом и так вырабатываются и вырабатываются в сотни и в тысячи раз больше, ну то есть как говорится, пожалуйста, это вот если покупать вот для таких же это впечатлить аудиторию, как говорится, что я вот могу выпить сколько угодно таблетки, мне от этого ничего не будет. Вот примерно вот с точки зрения эффективности будет то же самое, что и побочных эффектов, то есть не побочных эффектов, не эффективность, это абсолютно ерунда. Ну вот по профилактике как бы из того, что мы можем и должны использовать, да, три главных пункта я назвал вакцинацию, диспансеризацию и здоровый образ жизни, что собственно говоря и правильное питание, о чем уже сказал. по поводу вакцинации. Ну, к сожалению, частый вопрос, доктор, а нужно ли нам делать прививки? Доказательная медицина этот вопрос не задает. Да, безусловно, здесь нет никакого другого ответа. Да, безусловно, кроме исключительно редких случаев, которые в общем в пределах статистической погрешности находят, когда вакцинация просто противопоказана. Какие прививки делать? Минимальный объем вакцинации это национальный календарь прививок России, то есть это те вакцины, которые вы можете получить в государственном учреждении абсолютно бесплатно. Вот, что туда входит? Дифтерия, коклиш, столбняк, полиомиелит, гепатит, вакцинация теперь еще включили вакцину привинар-13 от пневмококковой инфекции, вакцины от кори, эпидепаратита и коснухи. Так, и все, да, в рамках национального календаря получается. Ну вот к чему привело то, что от прививок стали часто отказываться. 2016 год на кону, 21 век, сумасшедший уровень медицины. В Екатеринбурге эпидемия кори. Эпидемия кори в 2016 году в огромном регионе России. Как вообще такое может быть? Ну невозможно. нет, возможно. Несколько учреждений, все детские учреждения, но это три недели назад происходило, дошкольные закрыли на карантин, несколько крупных образовательных учреждений закрыли на карантин, и люди побежали в больницы делать прививки. Резко побежали, потому что оказалось, что доктора не страшилки рассказывают о том, что без вакцины можно заболеть, и непонятно, чем это закончится. А вот оно, то, с чем мы столкнулись. То есть минимальный объем это национальный прививочный календарь. Какие еще прививки пожалуй стоят тут еще пока не дошел, да, по частой истории с медицинскими отводами от вакцинации. То, с чем мы работаем можно сказать ежедневно. Доктор, прививку пожалуй пока делать не будем. У ребенка сопельки. Ребенок подкашливает. Ну, за границей на маму посмотрели бы с недоверием. Что-то вы как-то от научных знаний отстаете. не являются такие проблемы медицинским отводом. Высокая температура тела, да, мы вакцину не будем делать. Сильная аллергическая реакция текущая, да, мы не будем делать вакцину. Щечки покраснели у ребенка, легкая аллергическая реакция, да, мы прямо сейчас пойдем и сделаем прививку, потому что это не проблема. Классический вопрос это сезонная вакцинация противогриппозной вакциной. Вакцина против гриппа в медицинской науке считается одной из самых неочевидных. Несколько лет назад в журнале The Lancet очень крупная обобщенная исследование за последние несколько десятков лет об использовании вакцин против гриппа, которое показало, что эффективность данной вакцины в разных возрастных группах не превышает 75%. Тем не менее, не существует ни одного другого метода профилактики гриппа лучшего, чем ежегодная противогриппозная вакцина. Мы про диспансеризацию чуть выше будем говорить. Центр по контролю заболеваемости Соединенных Штатов Америки CDC безоговорочно рекомендует проводить ежегодную вакцинацию против гриппа. В российских государственных учреждениях делают вакцину против гриппа осечными препаратами. Там как бы из существенных ограничений только одно – это аллергическая реакция на куриный белок. Все остальные случаи вперед из песни. Сейчас вакцинация в госучреждениях закончилась. Если кто не сделал прививку, я настоятельно рекомендую сходить в любой частный центр. Это стоит недорого – 560 рублей. И получить вакцину. По текущей ситуации в Ульяновской области у нас на вчерашний день 31 лабораторно подтвержденный случай гриппа. Подчеркиваю, лабораторно подтвержденный. Это значит, 31 человек был госпитализирован. Ему была проведена диагностика лабораторная, которая подтвердила, что больной болен именно гриппом. Сколько пациентов болеет гриппом в домашних условиях? Посчитать очень сложно. Я думаю, кому-то из вас вряд ли придет в голову пойти в частную лабораторию и проверить температура насморк кашель это обычный ОРВИ или грипп. Во-первых, идти-то лень, плохо себя чувствуешь, и во-вторых, это очень дорого. Еще раз подчеркну, 31 случай в стационарных условиях мы подтвердили. Так что не шутки, мягко говоря. О принципах введения вакцин тоже частая история. доктор, вот как бы тут по календарю нам можно сегодня сделать вакцину против гепатита, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, еще там может быть что-то. Мы бы не хотели делать все сразу. Мы бы хотели разбить план прививок на несколько посечений. Это неправильный подход. Нигде в мире он не используется. Врач обязан не идти на поводу у матери и объяснить, что так делать неправильно. Мы совершенно спокойно можем ввести 5-6 вакцин одновременно и для вашего ребенка это будет лучше. Мы инвазивные процедуры в виде уколов сделаем за один раз. Вам не нужно будет два раза или три раза иногда будет четыре раза вводить ребенка для введения вакцин. Это один фактор. Второй фактор. Чем раньше мы сделали вакцину тем быстрее ваш ребенок защищен. Откладываем комбинируя одно второе с третьим снижаем защиту добавляем инвазивность и это неправильно. чем больше вакцин можно сделать за один раз тем на самом деле лучше. Это никак не минимизирует риски от так называемых нежелательных эффектов. Вообще в иммунологии от термина сайда побочный эффект стали стараться отказываться. Почему? Потому что побочных эффектов очень мало, но немало нежелательных эффектов. Два таких термина. Что такое нежелательный эффект? Нежелательный эффект это несколько дней после вакцинации высокая температура тела, например. Это там слизистые выделения износа после противогриппозной вакцины. Это слабость в течение нескольких дней. Это нежелательный эффект. Это не побочный эффект, а нежелательный эффект. То есть два-три дня и все будет в полном порядке. Побочные эффекты находятся в пределах статистической погрешности. Мне за последние три года пришлось в рамках своей работы уже более пяти тысяч разрешений на проведение вакцинации написать. Ни разу я не столкнулся с побочными эффектами, только с нежелательными. вакцинация дополнительная вне национального календаря. Я перечислил те заболевания, от которых можно получить прививку, но это обязательный минимум и за рубежом национальные календари значительно шире. ветряная оспа. Классическая наша история. Доктор, сосед заболел ветрянкой, а мой ребенок еще не болел. Как вы считаете, стоит ли подзаразить ребенка? Это абсолютно какой-то невероятный прошлый век. Ветряная оспа это очень опасное заболевание. Да, оно чаще всего протекает легко, но тем не менее легко она протекает, а более 100 тысяч человек в мире от ветрянки каждый год умирает. То есть такое легенькое заболевание. Опоясывающий лишай, как одно из осложнений ветрянки, это примерно 0,9-1,1% случаев, который может проявиться в любой момент. То есть, условно говоря, ребенок переболел ветрянкой, а опоясывающий лишай случился через 30 лет. Это достаточно стандартная история. Поэтому в странах с развитой экономикой и системой здравоохранения вакцина от ветряной оспы включена в национальный календарь прививок. В России она тоже включена в региональный календарь прививок. Есть еще такое понятие, как региональный календарь прививок. В Москве крупный богатый регион, у них есть на это деньги, поэтому вакцину против ветряной оспы жители Москвы также получают бесплатно в государственных учреждениях. Буквально месяц назад министр здравоохранения России Скворцова сказала, что к 2019 году в национальный календарь прививок России будет включена вакцинация против ветряной оспы и ротовирусной инфекции. Ротовирус штука тоже, мягко говоря, не самая приятная. Одна история, когда ротовирусом болеет взрослый человек, обезвоживание, обильное питье, капельно соответствующие растворы и, как правило, средствами современной медицины достаточно быстро человек восстанавливается. То ли дело, когда ротовирусной инфекцией заболел у тебя четырехмесячный грудной ребенок. Тут история может быть совершенно непредсказуемой, поэтому вакцинация от ротовирусной инфекции для грудных детей актуальна. Но вирус папиллома человека тут понятна это минимизация рисков по раку, шейка, матки у девочек. В большинстве развитых стран тоже используется. Менингит вот как бы тоже удивительная история вроде 21 век, а менингит становится все больше. Поэтому в России против менингита зарегистрирована вакцина, которая называется Минакро. Она перекрывает где-то 60% возможных возбудителей менингита. Но на 60% соответственно перекроет риск заболевания и существенно сократит скажем так ну и понятно вероятность заболеть, успокаивающий эффект тоже внесет. Менингит он бывает вирусный, бактериальный и грибковый. Бактериальный менингит он жизнеугрожающий. Больной бактериальным менингитом может сгореть за 24 часа или раньше, несмотря на любые медицинские манипуляции. То есть мы вовремя поняли, что это бактериальный менингит, начали правильно лечить, а больной через 24 часа все равно умер. Многие спрашивают по поводу так называемых гуляющих распространенного менингита в Ульяновской области. В социальных сетях раскручивалась история о том, что много менингита в детских садах, родители в панике, все в панике, но мало кто объяснял, что то, с чем столкнулись дети в нашем регионе, это менингит, вызванный энтеровирусом. Энтеровирусный менингит лечится примерно так же, как у УРВИ. Правильное лечение энтеровирусного менингита это обильное питье, жаропонижающее и покой. И больше ничего. Сложность в том, что у нас зачастую слабые диагностические возможности в лечебных учреждениях. Поэтому, когда доктор видит симптоматику менингита и направляет в стационар ребенка с подозрением на эту болезнь, мы в стационарах сразу же прибегают к методам лечения, которые необходимы при менингите бактериальном. Как правило, дети отправляются в реанимационное отделение, начинают получать антибактериальную терапию, современные гормональные препараты и так далее по списку. Позже мы получаем лабораторное заключение, что да, это вирусный менингит и все, что было необходимо для того, чтобы больной выздоровел, это обильное питье и жаропонижающее. Диспансеризация. Что такое диспансеризация? Диспансеризация это плановая осмотр бесплатная и в России в рамках программы государственной гарантии. Если ваш возраст делится на три, вам в поликлинику для прохождения диспансеризации. Так, в принципе, примерно звучит в рекламе этой процедуры, которую распространяет Министерство здравоохранения. вот, собственно говоря, о чем хотелось поговорить. Еле уместил в один слайд, потому что это простыня. Отправляясь на диспансеризацию, сначала к участковому врачу, потом он направит вас к узким специалистам по списку хирург, невролог, офтальмолог, для женщин, акушер-гинеколог. Вам возьмут кровь для общего анализа, измерят глюкозу, холестерин, ну, понятно, простая процедура с измерением артериального давления. Кроме этого, будет еще флюрография у женщин, маммография, УЗИ органов малого таза и брюшной полости, измерят внутриглазное давление, короче говоря, обследуют по полной программе. Вопрос, зачем? Всем гражданам России, которые подлежат бесплатной диспансеризации, весь этот объем исследований. В абсолютном большинстве случаев он не нужен. Но зато, когда пациент видит, сколько нужно пройти обследование, у него дневально чешет затылок и думает, не, мое время стоит намного дороже, чем я затрачу на все эти процедуры, лучше, как говорится, подождать вообще до лучших времен и отказываются от диспансеризации. Поэтому цифры по реальной диспансеризации в стране, ну, как правило, накрученные, многократно накрученные, не соответствующие действительности. И второй момент это качество. когда нам нужно такие объемы услуг оказать, ну, качественного осмотра хирурга, невролога, офтальмолога, терапевта или педиатра, ну, получить достаточно сложно. Если кто проходил диспансеризацию, я думаю, вряд ли кто скажет, что невролог, например, смотрел вас больше полутора минут. Зачем такая диспансеризация нужна? Мне в педиатрии приходится работать много с детьми первого года жизни. Дети первого года жизни проходят диспансеризацию четырежды. В три месяца, в шесть, в девять и в двенадцать. За эти четыре месяца мы, например, за эти двенадцать месяцев мы, например, четыре раза берем у ребенка общий анализ крови. Четыре инвазивных процедуры в первый год жизни. Вопрос зачем? Я сколько не спрашиваю, мне никто ответ на этот вопрос дать не может. Мы с одной стороны тратим сумасшедшие деньги на государство, которое мы могли бы направить более эффективно, а с другой стороны мы четыре раза подвергаем ребенку инвазивной манипуляции. Грудного ребенка. Никто не может объяснить зачем, но мы это делаем. Как это происходит в Штатах? есть правительственный сайт департамента здравоохранения США healthfinder.com .gov на котором в принципе в один клик можно узнать какой объем обследования требуется человеку вашего возраста. Вот с правой стороны тут есть такой фрейм где нужно ввести всего два поля данных это возраст и пол в виде 30 например 30 уклад пишем что мужчина и отправляемся за результатом. Так что нам показывают что нужно сделать в 30 лет вспоминаем простыню российскую итак придя на плановое визит врача в возрасте 30 вас ожидает следующее врач расскажет вам поговорить с вами об употреблении алкоголя где напомнит вам что пьяным за руль садиться ни в коем случае нельзя что напиваться с утра до ночи тоже вредно а бокал вина под вкусный ужин это вполне себе хорошо проверит наличие прививок согласно национальному календарю прививочным из Соединенных Штатов Америки это вот get shots to protect your health измерит артериальное давление что совпадает соответственно вот этот пункт совпадает с российской диспансеризации напомнит про ежегодную вакцину против гриппа то о чем я уже говорил спросит вас о том курите ли вы и если курите то расскажет о современных методиках освобождения от никотиновой зависимости если вам зададут вопрос есть ли у вас какие-то психологические трудности и если выяснится если будет какой-то положительный или околоположительный ответ то впереди разговор о так называемых депрессивных состояниях отправят на весы и измерят вес и спросят проводилась ли вам экспресс-диагностика ВИЧ-инфекции если соответственно ВИЧ вам тест на ВИЧ давно не сдавался порекомендую сделать тест на ВИЧ тут вот пишет о том что как бы проводить тестирование вообще всего однажды но этот параметр может зависеть в зависимости от вашей группы риска тут как раз об этом и поясняет вот собственно говоря отличие диспансеризации российской от диспансеризации американской то есть у нас это простыня сумасшедшая в Штатах это манипуляция на 15 минут вопрос что эффективнее однозначного ответа нет потому что объемы в России крутые вопросов нет но сколько времени это займет и сколько людей в итоге пройдет в Штатах очень сжато но зато потратить 15 минут времени ну соглашаются согласитесь гораздо большее количество людей но при этом вот в этот небольшой визит вы гарантированно получите прививку от гриппа что очень важно проверите вакцинацию согласно американскому национальному календарю вот я считаю вот пускай лучше 10 человек получат такие объемы чем один человек вот в рамках российской диспансеризации сможет пройти вот всю эту простыню то есть как бы дискуссионно это моя точка зрения но вот на российскую диспансеризацию я бы не пошел а на американскую сходил тут как говорится это вопрос вкуса да так возвращаемся к презентации все мы уже кстати отеноферона хуже мне не стало да надо еще подождать так но такая классическая история может ли пациент проверять своего врача да конечно может вообще я сторонник какой мысли я по большей части работаю с детьми поэтому я придерживаюсь вот точки зрения что лучше матери своего ребенка не знает никто то есть я по умолчанию работаю с матерью мать знает своего ребенка лучше любого самого квалифицированного врача потому что ребенок с мамой много времени проводит к доктору он соответственно пришел вот сейчас и нам нужно там быстро разобраться что как и почему желательно быстро мы не берем крайности когда работаем с тяжелыми семьями да где там тяжелое социальное положение родители там не самые благополучные берем как бы стандартную историю ,обычная хорошая семья поэтому мама знает лучше всех а пациент всегда прав можно можно ли проверить врача да безусловно можно и иногда даже нужно но с какими вилами мы здесь можем столкнуться а как проверить врача ну понятное дело что достать смартфон или открыть лэптоп и загуглить рекомендации посмотреть что пишут другие и тут это может обернуться очень большой проблемой я вам уже рассказывал как бы про фармацевтов понятное дело что с интернетом они работают более чем плотно ну как вы будете гуглить по каким-то высокочастотным запросам явно как там лечить условно говоря бронхит там в первых строчках поиска однозначно будут результаты правильные коммерческие с сел продвижением где вам расскажут о всех достижениях фармацевтической промышленности обязательно и куча всяких небылиц обязательно кстати будет куча комментариев что родителя или взрослого больного собьет с толку сколько людей столько мнений это вот из этой самой истории поэтому проверяя врача нужно пользоваться источниками достоверными источниками которые опираются как раз таки на доказательную медицину к сожалению чтобы это сделать вам скорее всего придется знать английский язык правда сейчас чуть попроще технологии там онлайн переводчиков продвинулись достаточно высоко в принципе иностранный текст можно перевести без знания английского языка или со слабым знанием чем я рекомендую пользоваться родителям или взрослым больным при проверке при проверке назначения и рекомендаций но я вот немножко неправильно конечно упорядочил вот начать я посоветовал бы с сайта клиники МИО это одна из крупнейших медицинских клиник мира из года в год признается лучшей в США лучшие доктора лучшие практики в общем все самое лучшее что есть в здравоохранении собрано в клинике МИО на сайте МИО есть такая штука как Patient Health Center где доступна информация практически по всем заболеваниям есть даже такой стандартный лайфхак вы пишете в поисковой строчке название заболевания там какой-нибудь условный бронхит бронхайдис и после этого два слова МИО клиник по-английски первой строчкой вам будет информация об этом заболевании на сайте МИО чем хорош этот раздел там написано все очень доступно там нет воды клиника диагностика стандартное лечение что вам нужно знать о заболевании перед тем как обратиться к врачу вирусное там или бактериальное какая частота вирусного какая частота бактериальная в общем прочитав буквально полторы страницы текста о конкретном заболевании на уровне потребителя медицинских услуг вы будете очень хорошо вооружены информацией во всяком случае очень четко будет понятно фейковые рекомендации или то о чем вы разговаривали с доктором соответствует действительности согласно последним представлениям о медицинских знаниях uptodate.com это как бы стандартный сервис с которым работают врачи по всему миру я его упоминал он платный но там есть бесплатный раздел для пациентов тоже на английском языке кстати по ряду тематик материалы на uptodate переведены также на немецкий и французский это для тех кто владеет другими языками тоже безусловно в ногу со временем все самое современное все самое лучшее из современной науки the lancet это один из крупнейших медицинских научных журналов там самые современные исследования то есть столкнувшись с какой-то не дай бог редкой болезнью поиском по сайту можно посмотреть о чем писали на эту тему ведущие ученые в последние годы все самые современные исследования вы тоже получите the lancet тоже платный но если пришла необходимость им пользоваться то как бы заплатить 100 долларов там за месячный доступ лучше заплатить значит medscape.com я бы вообще посоветовал поставить мобильное приложение если как бы сталкиваетесь часто с медициной мобильное приложение хорошо тем что там есть сервис информации о взаимодействии лекарств то есть вы несколько лекарств назначенных вами перечисляете в строке сервиса и получаете информацию как они взаимодействуют у нас в стране мало кто владеет мало кто использует таким термином как полипрагмазия полипрагмазия это состояние человека одновременно потребляющего 5 и более лекарств а как я вам уже в предыдущих примерах рассказал у нас и 10 назначить не проблема вот то есть просто проверить как назначение препаратов между собой функционирует очень хорошо на медскейпе вот ну и самая самая последняя информация из мира медицинской науки ну Кохрановское сообщество это вот совсем уж сайт для профессионалов это если хотите углубиться в медицинские знания и нашелся все-таки один сайт на русском языке это medscape.ru medspecial простите medspecial.ru по сути единственный сайт о доказательной медицине в России в основном контент сайта это переводные материалы с up-to-date medscape и The Lancet ну то есть это та ситуация когда хочется на хорошо на хорошем русском языке профессиональном медицинском прочитать о том что пишут западные коллеги то есть по большому счету medspecial пожалуй единственный сайт на русском языке к которому стоит относиться с большим доверием вот собственно говоря это про источники у меня все ваши вопросы спасибо аплодисменты